Друзья, я вас приветствую на канале о сложном просто. В этот раз будем говорить про думаем древний дизайн. Это предметно-ориентированное проектирование. Я пытаюсь простыми словами объяснить, что это такое, с чем это едят, как это использовать. Попытаюсь рассказать про плюсы и минусы. Ну, наверное, больше про плюсы. Собственно, для того, чтобы вас заинтриговать, я буду делать еще одно видео, где будет пример применения этого самого думаем древний дизайна. И настоятельно вам рекомендую подписаться на канал, чтобы не пропустить это видео. Переключаемся, собственно говоря, на слайды и поехали. Итак, друзья, для начала давайте определимся, что же есть предметно-ориентированное проектирование и проектирование чего. Ну, на самом деле тут все просто. Вы пишете программу, для того, чтобы ее написать, нужно как-то спроектировать. Но проектировать нужно на основе каких-то специальных принципов, паттернов. Вот это вот предметно-ориентированное проектирование. Есть думайн-древний дизайн, то есть, другими словами, думайн – это предметная область. В данном контексте мы имеем именно это. Ну, и нужно понимать, что если вы не понимаете предметную область, не знаете, как она работает, какие процессы в ней проистекают, какие участники этих процессов существуют в этой предметной области, какие действия они делают, соответственно, какие бихеверы, то есть поведение этих объектов, вы не сможете написать программу правильно. То есть, написать ее, конечно, можно, но будет ли она работать правильно, это еще, собственно говоря, вопрос. Надо понимать, что DDD – это как раз набор правил, техник, практик, если хотите, советов и даже рекомендаций, которые упрощают процесс погружения в предметную область. Невозможно написать программу, не понимая, как она работает. Так вот, для того, чтобы понимать, как она работает, как можно более эффективно погрузиться в эту предметную область, как раз и есть DDD, то есть Домайн Древний Дизайн как раз о том, о том, что поможет вам максимально быстро и эффективно погрузиться в предметную область. Эрик Эванс в своей книге «Домайн Древний Дизайн», которая вышла в 2003 году, собрал набор вот этих самых техник и практик, которые были хорошо, на самом деле, до этого времени известны. Он их каталогизировал, упорядочил, может быть, выстроил в определенных последовательностях и, в общем-то, книга получилась достаточно большой, на самом деле. Ну, есть маленькая DDD Квикли, которая немножко поменьше там примеров, немножко поменьше деталей, но, тем не менее, я тоже рекомендую к прочтению. Теперь давайте немножко остановимся на основных техниках, которые предлагает Домайн Древний Дизайн. Первое – это единый язык. Второе – это архитектура, разложенная слои. Третье – это специальным образом смоделированная предметная область. Ну, давайте на каждой остановимся немножко поподробнее. Итак, первое – общий язык, то есть единый язык или общие термины, собственно говоря, речь идет о том, что все, кто участвует в процессе разработки, использования, поддержания программного обеспечения, то есть какого-то продукта, говорят на одном языке. То есть, если, например, пользователь сказал, у меня транспортное средство там не сохранилось, транспортное средство – это веикл, и техподдержка понимает, что веикл, и знает, где искать факт с ответами, то есть на часто возникающие вопросы и знает, что это веикл. Программист знает, что это веикл, и он видит даже эту сущность, этот класс в своем коде, и может точно определиться, что это такое и где, и у нее практически решить в голове проблему о том, что у пользователя, собственно говоря, наболело. Ну и еще раз повторюсь, все, даже аналитики, даже службы поддержки, все, кто работает веикл, должны говорить на одном языке. Это, собственно говоря, часть успеха. Почему? Ну, представьте, что какой-то неопытный разработчик, собственно говоря, назвал какой-нибудь класс, ну, например, не знал, как переводится или как перевести на английский язык, и набрал какое-то слово, которое, собственно говоря, подразумевает другое или имеет несколько вариантов перевода. И в дальнейшем программа как бы заработала, все нормально, но в службе поддержки тогда придется каким-то образом быть переводчиком, да, толпачом, так называемым, который бы слова пользователя переводил на язык разработчика, чтобы совпадало это название. И дай бог появится какая-нибудь новая сущность, ну, ведется в проект, которая совпадет с названием уже существующего, но должна нести другой функционал. В общем, переписка приложения, собственно говоря, обеспечена. Ну, если не всего, то часть его, и причем немалый, если, допустим, это главная сущность. Но, стоятельно рекомендую составлять словарь с самого начала, то есть, перед тем, как... Ну, то есть, проектирование включает в себя как раз тот процесс, когда вы должны полностью исключить все недопонимания, нужно все с экспертами четко говорить, как это все должно работать, потому что, если у вас не будет общих терминов, в конечном счете запутает всех, и вас, и пользователей, ну, вас как разработчиков, я имею в виду, и экспертов, и пользователей в том числе. Теперь давайте поговорим про термины в коде. Смотрите, вы как разработчик, ну, я думаю, что канал смотрят разработчики, поэтому буду акцентироваться на вас. Смотрите, вы как разработчик пишете код, и вы, соответственно, умеете его читать. Ну, или вы должны уметь его хорошо читать. И раз вы умеете его читать, то в идеале как раз вот этот вот единый язык позволяет коду выглядеть как спецификация на предметную область. То есть, вы читаете классы, они равны сущностям, вы читаете методы, они равны поведению этих самых сущностей. Вы понимаете, что говорит эксперт, и ваша терминология такая же, как у экспертов и как у пользователей. То есть, у пользователей, скорее всего, будет своя спецификация, ну, или она называется инструкция по применению, грубо говоря. У аналитиков будет своя какая-то спецификация, ну, например, какое-то там техническое задание или что-то типа этого. Ну, тоже будет описывать все то же самое. У службы поддержки наверняка будет своя спецификация, ну, скорее всего, инструкции по ответам на часто возникаемые вопросы. И у каждого из этих, описанных мной, типов пользователей, этой самой программы, будет свой тип спецификации. И у вас, у разработчиков, она будет в ходе. То есть, другими словами говорить, то если вдруг аналитик решит как-то изменить спецификацию, то вам просто будет добавить этот код или изменить код, и ваша спецификация изменится. О чем я говорю? Вам будет проще ориентироваться в проекте, если все эти спецификации на разных уровнях общения с кодом, общения с программным продуктом будут синхронизированы, используя единый язык. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать. Ну, еще раз, максимально приближенный код спецификации это идеальный единый язык. То есть, вы будете читать код как спецификацию. И, соответственно, это будет призывом к действию. Архитектура со слоями. Давайте поговорим немножко про слои. На самом деле, их четыре. Первое, это пользовательский интерфейс. Вы наверняка про это много раз слышали. Есть такое понятие, как приложение, то есть, application. Есть та самая предметная область. Про нее поговорим чуть попозже. И есть инфраструктура. Ну, давайте по порядку. Хотя, смотрите, все эти слои связаны между собой в одном направлении. Собственно говоря, в зависимости должны быть от, то есть, слева направо, да? То есть, от пользовательского интерфейса к инфраструктуре. Это, на самом деле, очень важно. Ну, просто важно, прям, аж капец, как важно. Немножко по конкретике. Предположим, что у вас есть какие-то классы. Ну, представим, что каждый кубик это какой-то класс. Ну, не класс, объект, может быть. Ну, пусть будет класс, компонент, объект, если хотите. Главное понимать, что все зависимости, если они есть, то они должны идти в одну сторону. Не больше, не меньше, а в одну. через слой, или слой за слоем, неважно, но только в одну сторону. И это гарантирует определенные, ну, не буду говорить зависимости, это гарантирует независимость компонента, да? То есть, вы можете использовать первый, где угодно, заменить его теоретически, или два верхних, опять же, заменить, или три верхних заменить, или вообще инфраструктуру, используя где хотите. Об этом поговорим чуть позже. Давайте по порядку. Итак, есть юзер-интерфейс, то есть пользовательский интерфейс. Что он у себя представляет? Кнопки, формы, компоненты, я бы даже туда включил контроллеры, ну, наверное, в какой-то мере, да? Есть Razer Page, собственно говоря, это все с той стороны, потому что там на контроллере привязанном пьюшкам, на пьюшках есть, собственно говоря, компоненты. Вот это примерно то, о чем здесь я хотел сказать. Дальше. Есть такое понятие, как Application. Что такое Application? Это View Modeling. Грубо говоря, это специальные View Modeling, собственно говоря, которые появились совершенно недавно. То есть, когда-то раньше юзер-интерфейс и Application не были склеены в один уровень, например, в SP.NET веб-форму, когда UI было жестко связано с бэк-эндом, потом поняли, что лучше все-таки разделить, так появилось разделение моделей от представления и появились некоторые паттерны. Так вот, в данный момент DDD предлагает разделять непосредственно прям жестко UI и представление, то есть, модель и эти представления. Соответственно, дальше, если говорить про Domain, то это третья часть, в которую, собственно говоря, включаются как раз те самые модели, сущности, которые моделируют предметную область. про моделирование мы поговорим попозже и давайте перекручимся на инфраструктуру и здесь, собственно говоря, что может находиться в этом слое, слое, находятся инструменты логирования, может быть, какие-нибудь репозитории для доступа к базидам, может быть, какие-то, опять же, для мониторинга инструменты, может быть, какие-то серилизаторы, десерилизаторы, то есть, такие, ну, вообще, вспомогательные объекты, хелперы, в том числе, утилиты, которые позволяют делать вот такие вот для примера приведенные нюансы, и так далее, и тому подобное, цепки, я думаю, все понятно. Что дает, на самом деле, разделение на слои? Здесь надо понимать, что разделение на слои это, как минимум, переиспользование. Например, вы можете реализовать другой UI, ну, допустим, у вас был это мобильное приложение, вы, так как он ссылается на более низкий уровень, его можно написать другой и сделать такую же ссылку на низкий уровень. Например, написать там, я не знаю, MBC приложение или DPEF приложение, которое также будет использовать аппликейшн и, собственно говоря, все внутренние механизмы. Ну, и тут, опять же, есть дополнительная возможность вот эти вот, соответственно, слои завернуть свою собственную сборку, ну, то есть, один проект, одна сборка, вплоть до нукет-пакетов. Я надо сказать, что, когда вы это, если вдруг вы захотите разбить это на слои и завернуть в каждый свой проект, то зависимости вы не сможете поменять, потому что каждый из сборов будет ссылаться на последующую и сделать рекурсивную зависимость вам просто фреймворк не даст. Он скажет, нельзя, это как бы дисциплинирует от этого как бы трудно уйти будет в том смысле, что обратное это, конечно, можно развернуть, но вот как раз дисциплина, она позволяет разработчикам разного уровня соблюдать ее. Другой способ, в общем-то, разделить на слои, это использовать namespace. Много разработчики должны это знать. То есть, такого понятия, как реального разделения, нет. Ну, это потребует, естественно, немножко более внимательного подхода при создании объекта в нужных классах, в нужных проектах, ну, вернее, в нужных папках, в нужных, собственно говоря, для обеспечения обособленностей. Ну, и, собственно говоря, раз нет жесткого разделения на проекты, можно как-то там тоже этим воспользоваться. То есть, существует несколько вариантов разделения на слои, и я обычно использую, если честно, вот разделение пасбордов. Ну, и надо сказать про моделирование предметной области. Это, на самом деле, одна из самых важных частей, то есть, то, от чего зависит работа вашего приложения. Как только вы начинаете что-то писать, нужно понимать, что DDD, она, это как-то задел на будущее, да, то есть, будущие разработчики, пришедшие в проект, понимая, что это работает по принципу DDD, DDD, значит, будут искать определенные оговоренные технологии, оговоренные вот этим вот дизайном, этим паттерном, да, модели, оговоренные подходы, и будет проще понимать, как это работает. Это будет проще проектировать, это будет проще поддерживать. Итак, DDD оперирует ограниченным набором типов, для того, чтобы сделать, смоделировать предметную область, используются специальные типы, вернее, да, тип правильно, специальные объекты, при помощи которых это вот как раз моделирование происходит. Но, что говорить про ограничения, ну, в общем, ограничения, как вы понимаете, дисциплинируют, например, инкапсуляция, это своего рода ограничение, фреймворк, какой-либо там не был, например, MVC, ASP.net, который, это тоже ограничение, вы не можете выпрямить за пределы, но при этом можно писать очень мощные проекты, используя этот самый фреймворк. и так далее. Ну, и, собственно говоря, ограничения позволяют справиться со сложностью вашего кода. Ну, конечно, не только ограничения, если честно, но, тем не менее, вот эти вот ограничения держат вас в рамках, не выпускают из коридора правильного направления, то есть, задают вам вектор движения. И еще надо сказать про моделирование предметной области то, что я видел достаточно много реализаций и, так сказать, что прям четкого, четких правил нет, но, тем не менее, это как бы, ну, давайте по порядку, вы, наверное, сами все поймете. Итак, первая сущность для моделирования предметной области это Entity. Ну, не просто Entity, а с идентификатором. Это сущности, которые хранятся в базе. Ну, например, User, Contact, Notification, не важно. Эти сущности можно загрузить из базы данных, удалить в базе данных, обновить, собственно говоря. В общем, это то, что, в общем-то, хранится в базе данных. Есть такое понятие, как Value Object. Это составные части сущности, грубо говоря, это, наверное, поля сущностей. А также, эти самые Value Object могут являться входными данными для каких-нибудь алгоритмов. Ну, и третье понятие это сервисы. Это действия по каким-то причинам, которые, ну, нельзя сделать методами сущности или Value Object. Сервисы обычно создаются при запуске программы и живут до конца ее действия, то есть, пока не завершится приложение. Вот эти вот три, собственно говоря, объекта, три типа объектов, при помощи их и должно совершаться моделирование предметной области. Давайте про каждую поговорим поподробнее. Если говорить про сущности, то это, наверное, один из самых простых типов объектов в Dubai Driven Design. Собственно говоря, речь идет о том, что у сущности есть идентификатор и вы ее можете сохранить в базу данных, загрузить из базы данных, фильтровать там как-то в базе данных по идентификатору, найти и все такое. Собственно говоря, речь идет о том, что и вы можете загрузить сущность, изменить ее и сохранить соответственно сущность сама при этом, ну, именно сущность, не данные в этой сущности, а сама сущность останется неизменной и вы ее все равно найдете по идентификатору в базе данных как вариант. Если говорить про ValueObject, то здесь немножко посложнее и, наверное, проще всего будет привести примеры вот этих самых ValueObject, которые могут ими стать. Ну, например, IP-адрес, например, часовой пояс с часами, да, или FIO, то есть примитивные типы стринг, first name, стринг классный, стринг там, middle name, их объединить в один ValueObject, который называется, например, FIO. Ну, или дисконт, это может быть какой-то интовый идентификатор там 30%, 50%, а теоретически было бы неплохо сделать это в ValueObject, в котором может быть и, допустим, и процентное соотношение, и размер целевой скидки. Ну, в общем, давайте немножко подальше про это тоже поговорим. Ну, и самое главное ValueObject, это к вопросу Valuable, да, то есть в C-Sharp есть такое понятие как Valuable типы, то есть вот ValueObject это из той же области. То есть принято делать объекты неизменяемые, хорошая практика. Это когда вы при изменении ValueObject получаете новый объект, а не старый, измененный. Вот так вот скажу. Ну, а теперь давайте поговорим про сервисы. Наверное, хорошим примером сервиса будет репозиторий, который может работать с определенной сущностью, то есть загружать, сохранять, фильтровать, то есть это то, что непосредственно нужно вынести из модели, то есть из RichedMindModule, когда ее поведение уже связано с какими-то другими ресурсами. И вторым примером это может быть, когда у вас есть какой-то сервис, который может обслуживать нескольких сущностей, вернее, должен обслуживать нескольких сущностей. Например, вы создаете пользователя, а ему нужно добавить адреса, ну то есть сохранить одномоментно, атомарно, так сказать, и поэтому вам потребуются две сущности, юзер и адрес, и в общем-то это можно объединить в одну, собственно говоря, в один сервис. Надо сказать, что когда-то давно я делал видео про архитектуру приложений, и там понятие сервисов немножко расширяется. Если говорить здесь про сервис, который работает с одной сущностью, то понятно, что это простой сервис, это просто репозиторий, а когда ваш сервис начинает работать с несколькими сущностями, вы туда погружаете несколько entities, для того, чтобы работать с ними. Я вот в этой архитектуре приложения рассказал о том, что есть, для того, чтобы избежать рекурсии в зависимостях, ну, лучше разделять сервисы, там, чуть повыше по уровню ставят провайдеры, чуть выше по уровню менеджеры, и тогда вот жестко ограничение того, в чем можно инжектить, то есть ограничивает вас от рекурсии в зависимостях. Когда у вас куча сервисов, и вы один в другой будете инжектить, не мудрено в определенный момент найти на какую-то рекурсию в зависимостях, а вот это вот правило именования этих сервисов, я сейчас кавычки показываю виртуальные, что есть сервисы, есть провайдеры, есть, не важно, как они называются, главное, чтобы этих сервисов было несколько уровней. Ну, в общем, рекомендую посмотреть это видео, на самом деле, думаю, сервисов должно быть обусловлено невозможностью реализовать какие-то поведения в IT. То есть, если у вас сущность, и у нее есть какие-то поведения, какие-то методы, какие-то механизмы, которые может эта сущность совершать, и вот, если что-то нельзя реализовать в самой IT, то должно выноситься в сервис, и, собственно, тут как раз речь идет про тот самый Рич и Домайн Модул, и Анемик Домайн Модул, но я про него тоже чуть попозже я вам скажу. Если метод вообще не затрагивает сущность, то есть, если вы пишете какой-то сервис, но к нему добавляете метод, и в этом методе нет такого понятия упоминания про entity, как у той, вы вообще в сервис лучше пихать не нужно, это должно быть точно в другом месте, возможно, где-то на уровне инфраструктуры. Ну, и важно понимать, что все вот эти вот разделения на entity, с value objects, это очень условное, никаких инструментов, поддерживающие эти ограничения, или проверяющие эти границы, их не существует. Деления, кстати, можно сделать разными способами, и, в общем-то, и пампками там раскидать, и namespace, в общем, это как бы на ваше усмотрение все у вас говорит. То есть, правильного ответа нет, как делить entity на value objects, и, возможно, в будущем когда он теперь появится, ну, очень сильно сомневаясь. Также важно понимать, что того, с каким типом вы работаете, зависит от того и тип работ, который с ним можно сделать. Например, если entity можно менять как угодно, не меняя идентификатор, то есть, для того, чтобы, допустим, загрузить сущность, обновить данные, сохранить базу данных, то по идентификатору, как я уже говорил, можно будет снова найти. то если вы работаете с value object при малейшем изменении объекта вы должны получить копию, то есть, новый объект с изменением. Ну, то есть, как я опять же повторюсь, говорил, что value object это практически то же самое, что и value all-type. То есть, да, то есть, все про то, что говорится, и mutability, вот это вот из этой области. Нужно просто понимать, что если вы работаете с объектом одного типа, то у него реализация getHashCode, equals будет одна, или с объектами другого типа, то там уже реализация другая. То есть, все выходит на то, что сравнивание объектов по типу, сейчас появились рекорды, так называемые, это как бы упрощает, на самом деле, то есть, C-Sharp как бы идет семимильными шагами за вот этим функциональным программированием, это как бы на самом деле хорошо. Ну, и, собственно, к чему это ведет? Как только вы начнете применять подобные практики, то вновь пришедший человек, как я говорил, DDD это задел на будущее, но пришедший проект, например, зная, что используется DDD, уже будет понимать, что это будет новый объект, это будет измененный старый, это entity, это value object, и, соответственно, будет приближен к тому, чтобы писать правильный код. также хотелось бы отметить, что нужно понимать, что есть такое понятие, как одержимость привитивами, и это считается антипаттерном, я говорил на этапе рассказа про value object, но тут, наверное, самый простой вариант, это показать на примере, есть, мы говорили про value object, я говорил про дисконт, ну, вот пусть тогда дисконт и будет, если предположим, что у нас есть предложение, какая-то скидка, и мы обозначили интовым типом, и назвали дисконт, ну, в принципе, допустим, если мы там будем хранить, понимая, что там, допустим, лежат проценты, или сумма, то в какой-то момент нам потребуется и то, и другое, нам тогда уже нужно вводить какой-то процент, дисконт персент, в общем, дальше, если потребуется какая-то дополнительная скидка на какое-то количество рублей, в частности, дисконт вэлью, а если там потребуется еще валютный учет, это уже такое понятие, как дисконт, просто, она не будет работать, то есть, интовая перемена, то есть, примитивный вот этот тип инт, если на нем писать все приложение, потребуется большое количество переработки при внесении изменений, так вот, одержимость примитивами, это такой антипаттерн, который DDD очень настоятельно рекомендует исключить из написания пода, то есть, по идее, должен быть какой-то класс, дисконт, у которого должны быть проценты, value, возможно, валютные какие-то упоминания, какие-то механизмы расчета, и вот этот вот дисконт, класс, превращается в value object, то есть, это не хранится в базе, но данные для расчета какой-то скидки отправляются в этот дисконт, рассчитываются, и, собственно говоря, если вы хотите сделать новую скидку, у вас появится новый инстанс этого класса с изменениями, и все сводится к тому, что вот нужно понимать, что если вы интами, примитивными типами создаете, собственно говоря, ваше приложение, в дальнейшем, возможно, появятся какие-то нюансы, которые вы, собственно, не сможете обработать, и придется переделать приложение, возможно, даже написать заново, хотя, хотя это маловероятно, но теоретически, это, собственно говоря, в общем, в любом случае, учитывайте этот антипаттерн, он влечет за собой большие проблемы, если вы будете им, собственно говоря, оперировать при разработке предъявленной области. Я уже много раз говорил, повторю еще раз, в языке C-Sharp много классов не бывает, понятное дело, что в разумных пределах, но, тем не менее, это, собственно говоря, факт, не бойтесь создавать классы или рекорды, если хотите. Ну и, наконец, давайте поговорим про Rich Demain Module и Anemic Demain Module. Немножко абстракции, да, то есть, смотрите, когда вы пишете какой-то класс и скрываете у него какие-то поля, то есть, вы не выставляете наружу никаких свойств, это значит, что вы должны сделать методы, которые должны обслуживать внутри этого класса эти самые свойства, ну, если, собственно говоря, их нету, то есть, вы пишете методы, которыми должны оперировать как бы разработчики или там в другом месте в коде, чтобы ваш класс выдавал нужные данные и принимал нужные параметры. Если вы открываете все поля, значит, вы позволяете эту самую логику по обслуживанию этого из самого класса выносить из него. То есть, в общем, отсюда как бы и появилось это понятие Anemic Demain Module, когда модель абсолютно голая, то есть, есть только свойства, а вся логика по их обработке лежит, например, в сервисах, репозиториях, каких-то хелперах, менеджерах, провайдерах и так далее. Так вот, если говорить про это, то четко нужно определять, что если все поля открыты и нет никаких поведенческих механизмов, это Anemic Demain Module. Если все поля закрыты, то это такой экстремальный лично Demain Module, то есть, только методами можно настучаться для какой-то информации и вложить, и, собственно говоря, получить на выходе. Вот это Anemic Demain Module, это экстремальный вариант. Ну, и я чаще всего встречал, конечно же, смешанный подход, когда создается Anemic Demain Module и добавляются некоторые механизмы, некоторые behavior, так называемые, поведенческие методы, которые продолжают как бы вот это вот обслуживание этой модели внутри, но часть отдается на откуп уже разработчикам. То есть, реализация каких-то механизмов по управлению свойствами открытыми можно перенести в сервисы, опять же, повторюсь, провайдеры, менеджеры и так далее. Ну, и если говорить по концепции DDD, то лучше и правильнее всего делать Rich Demain Module, то есть, стремиться к этому, то есть, по максимуму капсулируем все внутри класса, который будет определять какую-то модель. я уже говорил, что вот этот Rich Demain Module позволяет вновь пришедшему разработчику опять же повторюсь, что DDD это задел на будущее, то есть, на то, чтобы у вашего проекта было будущее. Когда придет новый разработчик, посмотрит модель, просто откроет, посмотрит методы, которые внутри этой модели описаны и поймет, что эта модель может. В общем-то, к этому нужно стремиться и по возможности делать Rich Demain Module. Я когда-то делал два, оказывается, видео. Один, ну, видимо, теоретическая часть, а второй практическая. В общем, рекомендую посмотреть. Они, возможно, конечно же, устарели, как в предыдущем видео, которое я рекомендовал, но тем не менее, основные, основные посылы, я думаю, что будут вам понятны. Ну, и еще раз, в качестве заключения, давайте остановимся на том, что DOOMIN Driven Development, то есть, DDD, включает в себя три. сущности, три, вернее, подход, нет, не подходят, как и, три основных объекта, типов объектов. Это Entity и Identity, прям, в какой-то стихоплет. Это Value Object и сервисы. То есть, если говорить про Rich Demain Module, то сервисы, это когда вы не можете, то есть, если вы что-то в Entity не можете включить, вы вносите это в сервисы, ну, все хорошо в миру. опять же, вот это вот, когда инкапсуляция, вот это вот, обусловленное тем, что вы оставляете поведение в самом классе, оно позволяет, собственно, вот эту вот спецификацию по единому языку максимально приблизить к вашим объектам. И это, собственно говоря, дает плюсы в дальнейшем, как я говорил, в долгосрочной перспективе. Умейте, пробуйте, пытайтесь, в общем-то, мне больше, наверное, сказать нечего. Вам спасибо за внимание. Пишите правильный код. Продолжение следует...